На заседании штаба по комплексному развитию региона поговорили об экономической ситуации в Ульяновской области. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что сегодня один из самых уязвимых секторов экономики – это предприятие малого и среднего бизнеса. На региональном уровне разработаны меры поддержки предпринимателей. В ближайшие дни выходит постановление правительства Ульяновской области о переносе сроков платежей по налогу по упрощенной системе налогообложения. Срок уплаты налога за 2021 год будет перенесен на 30 июня, что практически на квартал высвобождает денежные средства для предприятий малого и среднего бизнеса. В сегодняшних условиях сложности возникают у предприятий, созданных с участием иностранного капитала. Одной из главных задач является защита сотрудников в условиях санкционного давления. Вместе с тем в Ульяновской области стабилизируется ситуация в банковском секторе. Правительству Российской Федерации совместно с российскими банками удалось остановить отток капиталов, который произошел на первой неделе после объявления спецоперации. Сегодня ситуация стабилизировалась и банки близки к возврату средств на счетах к уровню начала этого года. Правительство продолжает вырабатывать меры поддержки самых незащищенных категорий граждан. В регионе принято решение о том, что пение и штрафы за несвоевременную оплату услуг ЖКХ не будут исчисляться по возросшей ключевой ставке Центробанка. В 2022 году Ульяновская область вошла в число пилотных регионов по реализации социального контракта. На эти цели выделены средства в размере 440 миллионов рублей. 353 из них – средства федерального бюджета и 88 миллионов из регионального бюджета. Также в этом году мы реализуем 4 направления. Это поиск работы, то есть совместно с Агентством по развитию человеческого потенциала, граждане, которые ищут и хотят трудоустроиться, могут обратиться в учреждение социальной защиты, оформить социальный контракт и уже заниматься подбором необходимых вакансий. На эти цели выплачивается порядка 12 226 рублей, но это средний душевой доход в течение 4 месяцев. Но обязательное условие реализации социального контракта – это найти работу. Ульяновская область полностью обеспечена запасом продуктов питания. Но население жалуется на дефицит сахара, соли и круп в магазинах. С учетом того, что отгрузки с заводов происходят регулярно, возможен вариант спекуляций по всей логистической цепочке для последующей перепродажи. Как поясняет федеральный центр, соответственно, именно проволочка была в компании, которая занимается мелкой фасовкой товаров. И сегодня уже эта цепь отрегулирована на федеральном уровне и активно сейчас начинают поставки поступать уже в торговые крупные федеральные сети. Мы уже видим распределительный центр, который находится на магниту. Сегодня 400 тонн планируют отгрузить на все торговые объекты магнит, которые находятся на территории нашего региона. А цены на продукты питания перешли к ремонту дорог. По состоянию на 15 марта на областных дорогах проведен ямочный ремонт на площади около 2000 квадратных метров. Все материалы для ремонта подготовлены. Также в регионе готовятся к защите дорожного покрытия от последствий возможного паводка. В целях оперативного реагирования на угрозу перелива через проезжую часть областных дорог и принятия неотложных мер по восстановлению данных дорог подрядными организациями в настоящее время продолжаются работы по отведению воды с проезжей части. На сегодняшний момент очищено уже более 70% мостов. На заседании также обсудили обращение жителей, реализацию национальных проектов в сфере экологии, строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Валентина Никонова, Юрий Конихин, Уллправда ТВ